С повинной головой, появление самой жестокой в истории человечества террористической организации спровоцировала операция в Ираке. Это признание Тони Блэра. Из него следует, что хотелось свергнуть Саддама, но в результате сдвинули ближневосточные тектонические пласты, из-под которых на свет появился ИГИЛ. Ведь именно с Иракской войны начался хаос на всем Ближнем Востоке. Об этом тогда говорили лишь некоторые политики. Сегодня признаются уже общим местом. Свержение Саддама выпустило джина из бутылки. Иракские офицеры стали первым военным костяком ИГИЛ. За ними пришли экстремисты всех мастей. Блэр признает ошибки, сделанные под его непосредственным руководством, не впервые. Несколько лет назад на слушаниях спецкомиссии он уже раскаивался, что решение бомбить Ирак британцы приняли, опираясь на фальшивые доказательства, предоставленные американскими коллегами. Поверив в знаменитую пробирку, которую размахивал Колин Пауэлл, уверяя, что в ней споры сибирской язвы, бактериологического оружия, якобы производимого Саддама. Были ли в пробирке стиральный палашок, или это был мел, это уже незначительные детали трагедии, которая началась после приказа. Бомбим, не можем не бомбить. Заявление Блэра из серии запоздалых раскаяния западных лидеров. Зря бомбили Ливию, зря недооценили братьев-мусульман в Египте, зря поддержали и дали длинный список войн по всему миру и растерзанных авторитарных, но светских режимов Ближнего Востока, последствия которых более чем очевидны и трагичны. Они признавать чудовищные ошибки и не собираются на них учиться. Запоздалые раскаяния бывшего британского премьера имеют лишь одну ценность. Его устами на Западе впервые признали прямую связь между тем, что они творили на Ближнем Востоке все последние годы, и появлением там такого монстра, как так называемое исламское государство. Я извиняюсь за то, что наши разведданные были неверными. Я также извиняюсь за некоторые ошибки в планировании операции, и в особенности за то, что мы тогда не понимали, чем обернется свержение режима Саддама Хусейна. На неофициальном уровне свою вину в трагедии, разыгравшейся сейчас в регионе, признают и в Штатах. Многие помнят неожиданные откровения американского генерала Уэсли Кларка о том, как сразу после падения башен-близнецов в Нью-Йорке он пришел в ужас, увидев планы Пентагона по свержению властей в семи государствах Ближнего Востока. Через полтора месяца после 11 сентября я был в Пентагоне. Там я встретил одного знакомого генерала, который незадолго до этого рассказал мне о планах нападения на Ирак. Я спросил его, ну что, мы все еще собираемся нападать на Ирак? А он ответил, все намного серьезнее. И показал мне один документ. За пять лет мы должны свергнуть правительство семи государств. Начнем с Ирака, а потом будут Сирия, Ливан, Ливия, Сомали, Судан и Иран. Я спросил, это секретный документ? Он ответил, да, сэр. Тогда не показывайте его мне, потому что я сделаю его достоянием гласности. С недавнего времени раскаяния не смолкают вообще ни на минуту. В виде, как на глазах рушится привычная картина мира, как созданный хаос выходит из-под контроля, на Западе начинают каяться во все более отдаленных по времени грехах. США не хотели создавать ИГИЛ. Они вооружили и финансировали исламских экстремистов, которые собирались воевать с Асадом. А дальше все пошло по одной известной схеме. Из маджахедов, которых мы поддерживали когда-то в Афганистане, позже вырос Талибан, а вслед за ним и Аль-Каида. В Ираке Соединенные Штаты проводили политику, которая окончательно дестабилизировала страну. В итоге сотни тысяч суннитов оказались неудел и стали врагами США и правительства, которые Соединенные Штаты посадили в Багдаде. Впоследствии все эти люди присоединились к Аль-Каиде, создали ИГИЛ и подняли новую волну исламского экстремизма в регионе. Очевидно одно. Вне зависимости от раскаяния и извинений, вопреки тому, что все больше людей на Западе осознают гибельность американской политики, реальные действия Соединенных Штатов все сильнее дестабилизируют ситуацию в мире. Выходит так, что всемирные инициативы, с которыми нобелевский лауреат Барак Обама пришел к власти, с течением времени оборачиваются только еще большим кровопролитием. И Ближний Восток здесь лишь один из наиболее ярких примеров. В настоящее время в США существуют две, казалось бы, взаимоисключающие политические линии, соответственно, два взгляда на происходящее здесь. Нам же остается либо предположить, что Вашингтон, не задумываясь о последствиях, каждый раз избирает ту стратегию, которая реально сработает, то есть иногда он поддерживает ИГИЛ, а иногда подписывает договоры с Ираном, но тогда непонятна конечная цель. Или нам нужно признать, что в США существуют две конкурирующие политические силы, и в то время как президент Обама пытается сближаться с Ираном, другие политики из его же администрации продолжают поддерживать ИГИЛ, надеясь тем самым навязать президенту свой взгляд на будущее Ирака и Сирии и ввергая целый регион в абсолютный хаос. С самого начала во всех событиях, со временем обернувшихся резней, фигурирует вот эта фигура. Судите сами, вот сенатор Маккейн на встрече с будущим лидером так называемого «Исламского государства» Абубакром Аль-Багдади. Вот он же на Майдане в Киеве, обернувшемся для Украины гражданской войной. Его следы мы видим на Балканах, дестабилизация которых, судя по последним событиям, лишь вопрос времени. Его же фамилия фигурирует в последнем скандале с так называемым «Украинским Викиликсом», выложившим в сеть расшифровку прослушки разговора одесского губернатора Михаила Саакашвили с бывшим министром обороны Грузии Давидом Кизирашвили, находящимся в розыске. Присаживайся, Давид. Подожди секунду, антипрослушку включу. Маккейн план подтвердил, все в силе, чтоб ты знал. С Сената США получим прикрытие. В Сирии надо ударить русских, а то, если русские и американцы основательно договорятся, Украину реально кинут. Если так пойдет, нам хана. Все надо ускорить в Сирии. Ты подготовил уже наших ребят? Да, все сделал. Сегодня полетят в Анталию и дальше поедут в Сирию. Они хорошую подготовку прошли и духом порвут все. Это наши кистинцы, крепкие ребята. Рамзана Мачиликашвили командиром поставили, все четыре его слушаются. Стреляют из любого оружия, ППЗРК, большие спецы и профессионалы. Они в ожидании конкретных инструкций. Значит, вся группа будет в Латакии, в зоне Аль-Нусра. Главное сбить самолет американцев. Очень крутой план получается. Американский самолет будет сбит русскими военными. Это скажет пленные, что сбили цель с ПЗРК. Прикольная сцена будет, весь мир заговорит. Потом этот состав перейдет в Хасаки. Это город в сторону курдов, и там разнесут курдский поселок. Русские все будут делать. А взамен курды с тингерами собьют российский самолет. Короче, в Сирии надо столкнуть американцев и русских, и турки будут благодарны. Они обещают сбунтовать крымских татар. Маккейн ждет наших действий. По-другому Обама не поднимет задницу. Конечно, никаких доказательств того, что такой разговор действительно состоялся, пока нет. Нет даже записи голосов. Ее обещают выложить позже. Но если окажется, что этот разговор подлинный, то это прольет, наконец, свет на многие труднообъяснимые события последних лет. Например, на атаку ненайденных снайперов, положивших в Киеве так называемую «небесную сотню», на сбитый над Донбассом «Боинг», на химическое оружие, якобы примененное под Дамаском и чуть не ставшее причиной большой войны. Станет понятно, откуда взялись весной этого года албанские боевики в Македонии или неадекватная жестокость черногорской полиции в подавлении мирных протестов граждан, вышедших на улицы против диктаторских замашек власти, втягивающей страну в НАТО вопреки здравому смыслу и воле большинства населения. На Украине это дошло до открытого вооруженного противостояния, поскольку сама обстановка к этому ввела. А теперь Черногория, в которой тоже насильственное втягивание страны в НАТО, при наличии стабильного нежелания большей части черногорцев нагружать себя такого рода военными обязательствами, совершенно непонятными. Это естественная реакция. Естественная реакция людей, народов, государств, которые уже не могут терпеть такого рода проникновение физическое, которое идет вразрез с национальными интересами, государственными интересами, этническими интересами и, в конце концов, интересами отдельно взятых людей. Упаси Бог, мы не станем демонизировать Маккейна. Он не ища Диадо, он мелкий бес, но представляющий интересы обширной группы весьма влиятельных людей, ушедших в тень с приходом Обама. Некоторых из единомышленников сенатора мы знаем в лицо, как, например, Викторию Нуланд, о некоторых можем лишь догадываться. Все последнее время эти люди, кто явно, кто из-под тяжка, продолжают заниматься тем, что еще совсем недавно была официальной политикой Соединенных Штатов. Получается, что, как бы они ни винились, но разрушение суверенных, сильных государств они осуществляют. Для чего? Во-первых, для того, чтобы очень легко и дешево эксплуатировать ресурсы, которые им принадлежат тем или иным государствам, а во-вторых, раздробленными пространствами и вот этими более мелкими геополитическими фигурами, которые оказываются на этом пространстве, гораздо легче управлять. То есть манипулировать расколотыми пространствами мелкими странами гораздо удобнее. Яркий тому пример, допустим, Балканский регион. Раскаяние Тони Блэра и его признание все это в пользу бедных. С одной стороны, они вызваны необходимостью хоть как-то объяснить западному обывателю причины пугающего его притока беженцев с Ближнего Востока. При этом объяснить так, чтобы в реальности обвинить было уже некого. Мол, это все дела минувших дней. С другой стороны, эти заявления льют воду на мельницу все тех же сил, которые пытаются сейчас свалить всю вину за происходящее сегодня на обам. Это позорный провал. Вся эта ситуация с беженцами – результат этого провала и результат того, что мы ушли из Ирака. Я предупреждал, что так будет. Все сбывается, каждая деталь. Что хорошего может ожидать мир в том случае, если уже сейчас в деталях сбываются пророчества такого человека, как Макеин? С другой стороны, как же им не сбыться, когда этот прорицатель лично прикладывает усилия к тому, чтобы все его прогнозы оказались верны? И кто будет в следующий раз каяться в том, что допустил ситуацию, при которой судьба двух великих ядерных держав может оказаться в руках параноика, которому стало тесно в кресле губернатора Одесской области. Евгений Баранов, Евгений Маруськин, Марина Доронина и Андрей Маслихов. Воскресное время.